Я в свое время был благодарен безумно Татарии Васильевне Пустовой за то, что я был самым бездарным из ее учеников, хотя подавал большие надежды и понимал, что лучше заниматься в профессии тем, что тебе дано, и быть в этом хорошем, чем стать 148 в калашный ряд, чтобы просто стать в массовке, если у тебя мозги именно солиста. Об этом чуть позже поговорим. Пожалуйста, распорядились по площадке, так как вам удобно, ну только не вставайте на эти штуки ножками, да? Прямо немножко вы распорядились по площадке в свободном хаотическом порядке. Прекрасно. Пока мы с вами стояли за кадром и не работали камеры, я обратил внимание на три интересных, забавные штуки. Убительная просьба всех, я ваше зеркало, поэтому, пожалуйста, все перенесите вес тела на правую ногу целиком, прямо вот левую приподнимите, очень хорошо. И вот так вот поднимите, пожалуйста, вашу правую руку. Представьте, что вы смотрите в зеркало и скажите «Я тебя люблю». «Я тебя люблю». Чувствуете, что ложь? Вот так вот просят семочки на базаре или подаяния, понимаете, да? Теперь приносим вес тела влево, также поднимаем левую руку, так же, как будто бы самому себе говорим «Я тебя люблю». «Я тебя люблю». Ну, пытаетесь, конечно, пока не изображать, но понимаете, да, что атака не случается, потому что тело врет, оно вам не дает возможности выхода, энергетического выхода. Теперь встаньте, пожалуйста, по центру, чуть шире ножки, полукруглые ручки поднимаем, не поднимая плечи. И самому себе в зеркало говорим «Я тебя люблю». «Я тебя люблю». Видите, насколько спокойнее, ровнее звук выходит, опускаем. Вот это положение, вот это положение у всех профессиональных артистов во всех театрах мира называется «Ноги в рот». Вот в этом положении я внимательно пересмотрел ваши дивные, прекрасные записи, ваших замечательных концертов. Я подготовился к этому процессу. Ваши педагоги невероятно вас любят. Я бы даже сказал «щадят». Я не такой добрый. Не такой добрый. Поэтому первая фраза, которую хотелось бы, чтобы вы запомнили раз навсегда, что опора, у нас сразу три вида опоры. Они все заключены внутри вас. Первое – это опора тела. Вот вы сейчас стоите на нормальной опоре ног. Как только вы перевариваетесь влево или вправо, все, тело перестает слушаться. Перестает слушать вас оба основных аппарата, если мы говорим про обрушенную полоску. Это первая опора. Вторая опора – это внутренняя опора. Я знаю, что я делаю, кому я делаю, когда я делаю, я знаю, кто я, что я. Об этом прям основная часть, большая часть внешнего урока. Это будет, как ни странно, больше актерское ведение в профессию. А потом мы тут же будем применять это на вокальную позицию. Потому что я в предлагаемых обстоятельствах, это, конечно, прекрасный первый курс любого творческого вуза, нужно понимать, что себя везде не всунешь. Нужно входить в персонаж. Нужно понимать, кто такая Тоска, нужно понимать, кто такая Норма, нужно понимать, про что любовный напиток. Нужно прочитать не просто либрет, а нужно прочитать всю эпоху, историю костюма, нужно понимать их взаимоотношения. И только тогда, может быть, есть маленький шанс понять, почему Вишневская в 62 года говорила, я выхожу играть в 17-летнюю девочку, я не могу съесть сегодня на ужин курицу или пирожок. Это внутренняя дисциплина, дисциплина во всем. Это профессия, в которой тело, в первую очередь, является вашим основным инструментом. Нас за это не очень любят представители других творческих направлений, например, хореографы или циркачи, потому что они говорят, что вокалисты могут до пенсии спокойно в себе прекрасно петь и прочее. Но здесь возникает вопрос, как эти внутренние опоры? Это физические силы. Правильное распределение маршрута, как внутри произведения, если мы говорим о классическом жанре, как внутри эстрадного произведения, это трехминутный спектакль или четырехминутный спектакль, где с момента, как вы собираетесь только появиться на сцене и до момента, пока ваша макушка не скрылась за кулисами, происходит это действие. Не может быть того, что я вот вышел, а теперь я принцесса, здравствуйте, а потом снова под шум собственных сапог ушла за кулисы. Такого не бывает. И это самая распространенная ошибка. Особенно, когда мы делаем демозаписи для конкурсов, для концертов, эпоха пандемии нас всех научила тому, что мы хотя бы начали учиться сами себя прихорашиваться, прилично выглядеть в кадре, но как мы в этот кадр входим и как мы из него выходим, говорит о наличии или об отсутствии достоинства. А достоинство это то единственное качество, которое самовоспитывается, его невозможно приобрести извне. Анонимная ответственность. Очень хорошая фраза, анонимная ответственность. Либо вы являетесь трибуном, публичным человеком, который вещает сейчас, здесь и сейчас, со сцены какую-то точку зрения. Помню, Станиславский говорил, что искусство рождается ровно вот посредине этого полета, от вас к зрителю и обратно. Вот здесь, посередочке, рождается здесь и сейчас. Сразу отсюда помним, что у нас есть телесъемки, у нас есть киносъемки, когда нужно уметь это все не просто изобразить, а прожить, когда запись уже совершена, и вы поете под плюс. И вам нужно быть настолько же органичным, чтобы попадать не просто артом артикуляционно, а существовать в этот момент здесь. Это работает только тогда, когда вы проработали свой персонаж. Отсюда надо запомнить три простые вещи. Вот пошел первый курс Гитиса, это очень легко. По крайней мере, звучит очень легко. Повторите, пожалуйста, за мной. Я? Я. В предлагаемых? Предлагаемых. В обстоятельствах? В обстоятельствах. Хорошо, вот бунтарь. Класс. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Дарья. Прекрасно. Ну, допустим, я потом скажу, почему. Вас? Меня зовут Дмитрий. Меня зовут Дмитрий. Как вас зовут? Дмитрий. Вот если вы на полпуть это сделали, понимаете, вы не дали энергию, следующий посыпался. А нам сейчас нужна энергетика группы. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Меня зовут Дмитрий. Меня зовут Дмитрий. Лига, маленький люфт и наверх. Да? Еще раз. Меня зовут Дмитрий. Молодец. Меня зовут Алиса. Прекрасно. Но слепили. Меня зовут Алиса. Почему? Через зажатый. Курс какой у вас? Третий. Меня зовут Жора. Это ваш выбор. Не вопрос. То есть вы просите, что вас назвали именно не Георгий, а Жора? Да, почему? Хорошо, не вопрос. Ну, то есть мне нужно просто меня понимать. Как еще раз? Меня зовут Ирина. Не пытайтесь понравиться. Ошибка номер... Я боялся, что именно вы допустите эту ошибку. Вы ее сейчас и совершили. Мы сейчас пока остановимся. Дальше продолжим про энергетику. Вам сейчас повезло. Потому что я на вас прервал цепочку. Повторяем за мной. Я не банкнота в пять тысяч рублей, чтобы нравиться всем. Запомнили эту мысль? Никогда не пытайтесь понравиться зрителю, педагогу, кому бы то ни было. У вас есть позиция, у вас есть внутренний монолог, у вас есть свои внутренние обстоятельства, у вас есть ваша судьба и вас... Понимаете, да? Как только я зашел в аудиторию и на вас просто посмотрел, я понял, кто здесь бунтарь, кто не бунтарь. Это мое первое впечатление. Оно может быть ошибочным для самого себя. Ну, а вы всю дорогу стояли в пол. Вот первые 15 минут, пока настраивались с камерой. Вы стояли... Да, вы стояли в защите, поверьте. Ну, это наблюдение со стороны. Я сейчас рассказываю то, что видел. Мне нет смысла что-то придумать. Каждый раз, когда вы слышали что-то, что вам нравилось и не нравилось, вы не могли справиться с лицом. Как только вам начало... Вы начали слышать своими божественными ушками что-то, что вам начало нравиться, вы начали оттаивать и раскрыли плечи. Вы стояли... Поначалу стояли так. Тело тут же отвечает. Как Георгий сейчас якобы заинтересован в этом разговоре, начинает почувствовать свою правую руку. Радостно и весело. Тело сдает вас, как стеклотару. Молниеносно. Сразу. Любой психокорректор сразу списывает с вас то, что есть. Это и есть инструменты, для которых я здесь нахожусь, чтобы вас вооружить как можно больше, чтобы вы вообще понимали, каким образом вы можете... Вообще не в голосе. Вообще не с той ноги встала. Муж собака ушел такая куда-то как к Полине какой-нибудь. Уехал, не знаю, в воронеж. Понимаете? А вам надо выходить на сцену и играть радость. И у вас в 11 часов утра спектакль. И у вас сидят четыре первых лица с соседних государств. И вы должны быть настолько убедительны в этой радости, в этом счастье. Не в бурлеске, в изображении радости, а в реальной радости. А радость это всегда легкость. Как запомните раз навсегда, никогда не играйте пьяных, когда у вас есть такие роли. Пьяный человек это не пьяный, это состояние преодоления. Скажите, преодоление. Преодоление. Помните, кто-нибудь когда-нибудь выпивал хотя бы полграмма чего-нибудь? Прекрасно. Помните это состояние? Мне кажется, что я себя контролирую. Я себя контролирую. Это самый сосредоточенный человек в мире. А все вокруг? То есть линия его не сбить вообще ничем. И вам потом снимают видео, показывают, что в этот момент вы были самым несосредоточенным человеком в радиусе 150 световых лет. Понимаете, да? Когда нам дадут задачу, режиссер или дирижер дает задачу, что мы работаем в состоянии измененного сознания, это всегда состояние преодоления. Это абсолютно спокойное состояние. Не надо быть пьяным, надо стараться достучаться до партнера, понимаете? И все, и тогда все работает. В этот момент, видите, следствия, надо ли, как вас выдают глаза. Это очень здорово. Все меня выдают на самом деле. Они меня не контролируют абсолютно. Это непрофессионально. Да, да, да. Но мы это легко исправим, это верится. Мы возьмем все ваши чувства, и все ваши проявления, и превратимых из минусов в плюсы. Как вас зовут? Меня зовут Настя. Вот это зажимная, дорогая. Да, я просто вес. Такое, что надо сказать, словно. Вес не имеет никакого отношения к профессии. Вообще. За одним лишь маленьким исключением. Есть люди склонные, мы с вами склонные, извините. Те, кто смотрит телевизор, буквально месяц назад я по центральным каналам был меньше на десятку. Сейчас опять просто покушал. Здесь такая же ситуация. Есть люди, склонные к палантину. Есть люди, которые этот процесс стараются контролировать, как вы. Есть люди, которые не контролируют. Почему? Это лей, профессиональная лень. Особенно касается, кстати, не девчонок, а пацанов. Потому что у мужчин, когда мы работаем, и особенно поем на опоре, у нас два варианта. Либо у нас прекрасная спортивная форма, и мы просто ее держим и контролируем. Либо мы разносимся вот в таких невероятных размерах, для того, чтобы у нас весь облач работал как бы на дыхании. Выбирайте сами. Пицца кто-либо. Есть, конечно, возрастные какие-то изменения, есть гормональные изменения, но это внутренняя дисциплина. На эту тему вообще не надо переживать. Для вас у меня будет отдельная история, как и для вас, для того, чтобы вам было проще и легче, чем им. Потому что у вас будут свои плюсы. Еще раз представьтесь. Меня зовут Настя. Я не слышу буквы Т. Ни в фразе, ни в имму. Настя. Прекрасно. Скажите, сорок один. Сорок один. Нет. Сорок один. Сорок один. В слове один четыре звука. Сорок один. Сорок один. Тио. Тио. Просто тио. Тио. Тиматео. Ти-матео. Тома-те. Тома-те. Все слышат, что в су-ту-ту. Ну проваливается. Тома-тема. Тома. Это нормально. Мы просто сейчас выясняем, у кого какие дырки, чтобы потом, когда в паре будем работать, чтобы вы друг другу просто поддерживали. Очень здорово, что вы из разных потоков. Еще раз. Тио. Ти-о. Ти-матео. Ти-матео. Возьмите себя вот так. Отпустите себя. Нет, не жалейте себя. Отпустите рот. Не, говорите с вами Рафа-мнерте, как у Нарцова, как я с вами разговариваю. Вы не выражаете этим неуважение. Я же сейчас вас с мамой дружу. Отпустите их. И скажите, меня зовут. Меня зовут. Как вас зовут? Настя. Я, я. Простите. Можете, все в порядке. Мне сейчас не интересует культура синического поведения. Мне сейчас... Это упражнение. Тяжело. Преодолеть себя, сделать что-то необычное. Георгий, расслабьтесь. Все будет хорошо. Я вас очень хорошо вижу. Я не смотрю вам в глаза, это значит, что я вас сейчас не вижу. Мы сейчас параллельно испытываем друг друга на дисциплину и на ноги врут. Благодарю. Пока с вас слезаю. Здравствуйте, я Настя. Аплодисменты Насте. Пошла в атаку. Немножко. Зачем? Я же не врок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут? Меня зовут Настя. Все видят вот это. в систорию с шеей раз, не разжимающиеся зубы два и зажатую нижнюю губу три. Представьтесь еще раз, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Настя. Уже полегче, но правая половина еще в перекосе. Еще раз. Сейчас. Понимаете, что если у вас перекрыта вот правая половина, то у вас невозможно вот эти ноги. Их просто нет. Прям забудьте. Их не будет никогда. Если у вас перекроется левая половина, то у вас не будет вот этих ног. Их тоже не будет никогда. Вот здесь будет прекрасная середина, такая замечательная никакая. Замечательная такая середина. Угу, очень хорошо. Еще раз. Здравствуйте. Меня зовут Настя. Поднимите вот так руку. Нет, отраслайся. Посмотрите на себя. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, А. А. Нет. Мне нужно, чтобы челюсть была в пол. А. А. Нет, еще. А. 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 Сейчас делайте А и зависите в этом положении, пожалуйста. А. А. В этом положении скажи... Мы начинаем разжимать ваш аппарат. Это нормально. Еще раз. А. И зависите в этом положении. В этом положении, не меняя положение губ, скажите О. О. Нет, не меняя губ. Еще раз. О. Расслабились. Нет, расслабились. А. А. О. Э. 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 Нам нужно прогнать, чтобы понимать, где у вас максимальный зажим. Самая простая практика, когда кто-то из вас с педагогами это делал, да? Ну, прекрасно. Открыли. А. 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 У. Э. Видите, да? Да. Не контролируемая вся эта история. Да. Это вопрос к тому, что я хочу все успеть. Не важно как. То есть, ваша беда, это все по верхам. Да. Будем это менять. Становитесь обратно в то же положение, в котором мы стоим. Благодарю. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Подготовилась на ноги в рот. Чуть шире. Еще раз. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Работает только плечи вынули на историческую родину. Спасибо. Грудь на историческую родину и, пожалуйста, ровная спина. Еще раз. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Паджима. Минез. Понимаете, да? То есть, вы заранее ждете, вы посылаете энергетику того, какую вы ждете восприятие от меня. Повторяюсь. Я сейчас ваше зеркало. Я к вам абсолютно беспрестраственен. У меня нет задачи быть вам ни другом, ни врагом. Моя задача сейчас вытащить все то, что там накопилось, то, что можно быстро исправить. Потом начать серединную, глубинную работу. Надо давать вам кучу заданий, чтобы потом посмотреть, что поменяется здесь. Здесь сплошные проблемы. Понимаешь? Он уже не знает, куда себя деть. Но все круто. Потому что на самом деле, потом из этой практики можно вытащить гораздо больше, чем он даже думает. Баритон? Да. Прекрасно. Тесситура? Интервал от начала до конца. Нижняя рабочая, верхняя рабочая. Прекрасно. 18 лет. Спасибо большое. Стоим. Ноги в рот. Еще раз. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Подойдите к Зайту, пожалуйста. Сейчас занимайку. Вы тогда смотрите в зеркало, вы вот так опускаете шею. Мало того, когда вы говорите что-то эмоциональное, вы все время... То есть вы доподдакиваете, доподтверждаете текст, который собираетесь сказать. Значит, вы в него не верите. Отсюда я могу сделать вопрос. Нам надо называть сотрудника ГРУ? Сюда, немедленно в эту комнату. Может быть, вас зовут Диана? Понимаете? Нет, я просто дочка нам дома. Мы как-то это выезжим, да? Я не знаю. Нет, вот этот сериал «Авари». Это очень хорошо, прекрасно. Так вот, еще раз посмотрите туда, пожалуйста. На одно мгновение, не пытаясь управлять шеей, скажи, представьте само себя, как вас зовут. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Теперь все закрыли глаза. Повторите эту фразу. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Стоп, открыли глаза. Все заметили, что между предыдущим и этим она смягчила «Здравствуйте». Да. Закрыли глаза. Повторите. Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Стоп, открыли глаза. То есть сначала я подсознательно это заставил вас сделать, потом я вам, услышьте меня, я вам сдаю как стеклотару, просто все секреты производства. Есть преподы, которые знают пять секретов и тянут их на 10 лет. У меня задача ровно наоборот. Я знаю 350 тысяч, мне нужно впихнуть в каждое занятие как можно больше вам в голову. Ваше подсознание, как только я всем сказал, что все сейчас закроют глаза, вы должны были быть естественным образом более убедительны, так как умеете быть более убедительны. И вы, не контролируя процесс, на автомате смягчили первую часть фразы. Запомнили? Если вы смягчите ее до конца, вам будет легче жить. Благодарю. Возвращаемся на ту же самую точку. Я в предлагаемых обстоятельствах. Очень простая схема. Всего три простых правила. Я в предлагаемых обстоятельствах. Исходное событие, чтобы это все произошло, и возникающий внутренний монолог. Я не знаю, почему в государственной сетке эти три понятия очень сильно растянуты во всех творческих узах друг от друга. Проходятся почему-то в разное время. Это все нужно дать человеку сначала поставить перед ним тарелку, потом дать ему ложку, а потом эту плоскую тарелку он начнет наливать в суп. И чтобы он еще потом, постфактум. То есть это разоруженное действие, которое невозможно. У кого-нибудь есть с собой портфель? Да. Если хотя бы парочка найдется, возьмите, пожалуйста, парочку или тройку. Мы по очереди попробуем сделать это на упражнение. И вы потом друг другу попередаете, чтобы каждый физически это почувствовал. Можем одолжить у товарища портфель. Главное, чтобы он был застегнут. А то, что там вещь лежит, ничего страшного? Ничего страшного. Мне нужен портфельный рюкзак, рюкзак, рюкзак. То, что можно повесить на столе. Сейчас вот пусть тогда, называется, вот. Второй ряд у нас повесят. Да. Давайте мы сейчас будем, поступим честно. Пусть они в четвером, а потом вы в четвером. Ну, так же будет логично. Да, и никогда не ставьте, пожалуйста, сумки, портфели на пол. Это очень дурная примета. Для этого придумали еще в 13 веке ключники, поставки под сумки. Кому интересно, почитайте, это религиозный подтекст. Пусть, почитайте, это прям очень интересный стройник. Я напомню серьезно. Это уже домашнее задание. Я потом об этом спрашиваю. Кто это придумал и по какому поводу, какой был в этот момент понтифик, и почему это стоило несколько тысяч жизней. Появление этой раскладушки в любом ресторане мира. Можно сумку поставить на пол, а сюда. Это домашнее задание. Надели? И сразу вот эта история, да? Чуть-чуть легче. Чуть-чуть. Нет, расслабьтесь. Не держите. Вот, хорошо. Хорошо. Ну, понятно, да? То есть мы пол детства проносили портфель на этом плече. Прекрасно, да? И у нас теперь вот такая вся история. Понимаем, да? Что как только меряем новое платье, новый костюм на себя, надеваем или любой сумку и прочее, подходим к зеркалю и выбираем. Плюс-минус сантиметр. Это ваша деформация, у меня была такая же. На это уйдет не более двух-трех месяцев. Три месяца максимум, и все, эта проблема будет справлена навсегда. Для этого не нужна коррекция, не нужно повториться, вы сделаете это сами. Вот, потрогайте свой этот, собственно, рюкзак. Вот максимально, вот, почувствуйте, что вот у вас там сзади на вас что-то висит. Висит? Да. Прекрасно. Это ваше исходное событие. Это ваш персонаж. У вашего персонажа была какая-то жизнь до того момента, пока он не перейдет в предлагаемые обстоятельства. Для того, чтобы было совсем понятно, вы очень удобно стоите, вы нам сейчас очень сильно поможете, кстати. Все в четвером встаньте сюда, пожалуйста. Вот так вот, одну линейку. Ну, можно, допустим, вот сюда, да, вот так вот, раз, два, три, четыре, вот так вот, оп. А вы встаньте так, чтобы нам делали тень, как будто эта кулисса, и мы сейчас попадем сюда. Стать, что взлом. Да. Нет, вот вы так же, вы так же хорошо стояли, просто ваша нога, сейчас работаете. Видите, условно, да, вот тень. Только чуть-чуть сделайте ваше лево. Благодарю. Вставайте вот так вот, одну линейку, чтобы мы прям стояли. Представьте себе, да? Вот, грубо говоря, кто видит, кто не видит, ну, допустим, вот здесь вот, ну, условно говоря, я могу вот так, понимаете, да? Вы еще стоите за кулисами. За кулисами существуете как бы, условно, вы, но в вашем рюкзачке есть исходное событие. У вашего персонажа есть какая-то жизнь. Нет, нет, не придуманный, не образочек. Я, наверное, принцессу Диана, мне сейчас 17 лет, я влюблена в Густава. Все, я пошла. Нет. Принцесса Диана любит пить какой-то сок. Она спит только до часу дня. Или, наоборот, остается с первыми бетухами. Она жутко раздражительна. Или, наоборот, хохмачка. Или она на людях одна, а в светелке совершенно другая. Вы должны продумать ее вкусовые предпочтения. Или его вкусовые предпочтения. Его детство, его врагов, его счастье, его любовь. Вы должны продумать исходное событие. Что на самом деле из себя представляет личность этого человека. и почему она может таким или иным образом действовать. И линия может действовать. Яркий пример Аида. Кто кого и за что убивает. Кто кого, чего спасает. Садимся, вспоминаем. Когда начинаете анализировать того или иного персонажа, понимаете, что тот или иной персонаж не мог в данных предлагаемых обстоятельствах поступить иначе. Нет, не вы, а ваш персонаж не мог по-другому. А мы начинаем моралите. Морализируется. Ну, я бы так не сделала. Но никому не интересно, что бы сделали вы. Вы можете просто добавить красок к персонажу своих. Своей уникальности вы можете окрасить его прямующе. Не только голосом, но и телом. Но там есть входные данные. Вот эта линия, это предлагаемое обстоятельство. Подняли ногу. И переступаем. Оп. Мимо пролетает дракон. Только двое среагировали с четырех. Мимо пролетает дракон. Он вас сейчас убьет. Вы не можете не реагировать в предлагаемых обстоятельствах на резкую смену обстоятельств. Потому что исходное событие сформировало вас как-то. Но вы же при этом живое существо. Вы же не можете не видеть партнера. Вы не можете не видеть атмосферу. Там жарко, и с вас пот градом течет. Там холодно, и вы мерзнете, а вы стоите в одной холщовой рубашке. И вас вывели на помост, и вы жар на дар. К примеру. Вы не можете всего этого не ощущать. Вы обязаны отреагировать. И самое главное, когда пролетает дракон, я утрирую это самое просто как детское яркое впечатление, что он сейчас огнем сожжет, или вы испугались, или наоборот он вам вдруг, я не знаю. В этот момент внутри вас, вот прям вот так потрогаетесь, рождается внутреннего наука. В реальной жизни, вы быкновены, когда мы даже не наружу персонажем рискованными событиями этого персонажа, мы сами все время что-то про кого-то думаем. Ну, зараза, когда вернешь мне 500 рублей? Да, ну что-нибудь такое. Или наоборот надо пригласить ее на день рождения срочно, потому что, ну блин, стыдно, а уже завтра собираемся, а она послезавтра узнает и будет плакать. Почему? Потому что она вся такая утонченность такая, она подумает, что меня откинули, а вы просто забыли, понимаете? Такое возможно. Вот в тот момент, когда у вас есть реальное исходное событие, у кого пока не висит рюкзак, вот так сами сюда под рук, и вы совершаете вот этот шаг в предлагаемые обстоятельства, начинаете на них реально реагировать, по-настоящему. У вас естественным образом рождаются какие-то мысли в голове и по сути здесь, в душе, внутренний монолог. Убила, Господи, я так его люблю. Вот все, что угодно, что там, в зависимости от ситуации. И когда оно вот сюда, вот так вот, уходит в роду вашу, в виде слова, это упражнение на рождение слова. Оно есть у всех, кто занимается творческими профессиями. Вот какое слово родится, вот тот гениальный артист. Это называется оправдать текст. Когда рожденное естественным образом в результате внутреннего монолога слова, это и есть текст автора. Вы его не просто оправдываете текст, вы его чувствуете. Таких артистов очень немного. Наша задача, что такими артистами стать. Поверьте, это очень просто. А можете примеры привести? Какие артисты, которые так делают? Ну, Марио Ланце, естественно. Каррерас пока был молод. Ну, достаточно пока не нужно было выцеганивать роли. Повороте первые четыре года после знаменитого скандала, когда русские дали яйца. Если вы в курсе этого ситуации, я только не буду, не хочу вводить в заблуждение, 37 или 38 ему было лет, когда он в своей любимой краске оперы любом напитке бласкало, он снял все верхние партии и понизил их на терцию. Потому что был не в голосе. О чем не предупредил? Он имел право за 15 минут всего лишь даже до начала спектакля повесить, ну, в Италии это нормальная история, повесить на афишу, на основную, на входе, повесить любую маркировку, что, допустим, измененная партия. И они бы приняли это, что человек не в голосе, но, наоборот, не отменил спектакль. Все хотят увидеть мировую звезду и все не заразы платили ему деньги. Он этого не сделал, ребята. Это не тот театр, в котором можно сделать такие вещи. Несмотря на то, что нужно отдавать себе полный отчет, что, к сожалению, современная та же ласкала превратилась просто в жвачку и джинсы. То есть, это витрина, в которой мы говорим больше не про искусство, а просто про то, что ну, не может на одной сцене в течение одного дня пролететь пять спектаклей. И так каждый день. Не может три дирижера работать в течение одного дня. Но это так и есть. Ну, потому что это бизнес. Но иногда они все равно, конечно, иногда стараются, они все-таки делают постановки большие. Так вот, это был тот момент, пока это еще была не витрина такая фастфудовская, да, ну, как бренд. А когда люди гнались еще за хорошим результатом, у этой публики, которая ходит с трех лет в оперу и до гробовой доски, а живут они, слава богу, очень долго, всегда у этих милых дам, в этих бриллиантах, в этих бриллиантах, всегда найдется пара-тройка помидоров или яиц в сумочке. На всякий случай. Его в прямом смысле закидали на сцене. Десять ровно сезонов ему было запрещено даже входить в помещение театра. Как зрителю, не то чтобы артисту. Десять сезонов без повороти. Он был номером один, но не мог в родной театр, который дал ему славу, зайти. Почитайте его. Удивительная книжка, мне 60. Прям вы получите невероятное удовольствие, где он искренне пишет о том, что его отец пел лучше, чем он сам. Я не хочу... Поймите правильно. Вы мне кинули провокационный вопрос. Я могу на него ответить при личной беседе, не под камеру, по одной простой причине. Потому что ваши педагоги... Я не знаю, я не работал с кем-то. Знаком с ваших педагогов, с кем-то не работал. Я не видел ваших занятий. Я не знаю, какие вам приводятся примеры со знаком плюс, со знаком минус. Я не имею права залезать в работу других педагогов. Это неприлично. У меня есть задача вас не перекличивать свою веру, а вас вооружить большим инструментарем. Чтобы у вас было свое мнение. То, что вы его сейчас выразили, это во. Вот у меня на занятии это супер. Можно уже собирать разные точки зрения разных педагогов. Абсолютно верно. Хорошо. Как вы относитесь к Нетрепкин? Нетрепкин? Я не знаю. На сегодня мы не говорили, я сегодня... Театральное искусство я не изучал. Хорошо. Лично, как артистки, вы видели хотя бы полминуты ее на сцене в ютубе где-нибудь? Вы видели, как она поет? Нет. А ну и так. Я знаю. Может, видел, он не обращал именно на нигде. Хорошо. Это мнение. Минуточку. Вы сейчас уже еще чуть-чуть, и вы готовы к этим зрителям ласкала закидать его яйца. Минуточку. Давайте друг друга уважать и находясь в одном большом коллективе, скорее будет круче. Ноги врут. Я же сейчас испытываю ваше терпение. Не ваше не сознание терпения, а подсознание вашего тела. У меня это задача. Прежде чем я начну вас размычивать, заниматься какими-то музыкальными делами, мне нужно, чтобы ваше тело перестало сопротивляться. нужно и приходить только в удобную увы. Вы можете ходить босиком. Я могу в знак протеста снять тоже и ходить босиком. Если вам от этого будет комфортно, я только буду хлопать стоя. Мне будет чуточку комфортно, конечно, может быть, если кто-то еще снизит. Но... Благодарю. В принципе, я не возражаю. Да, спасибо. Я на всякий случай не могу. Я уменьшила двое котеночек, в знак поддержки. Как в воду глядю. Красивые голубые носочки. Извините. А? Убитые до нельзя. Я их безумно люблю. Видите, уже выстил. Так что... Ну, цветные, да, что делать. Я в знак протеста самому себе, чтобы вас поддержать. На будущее обязательно возьмите ту обувь, которая вам удобна, в которой вам комфортно. Самая профессиональная история у вас. Я увидел, собственно говоря, благодарю. Идеальное сочетание, но так, чтобы до конца совпало. Почему? Потому что оно вам впивается в этот план, если вам удобно, хорошо, как бы... Мне вообще особо... Вы в них дышите? Дышу. Окей, хорошо. Ну, то есть, самое главное, чтобы это было хб, а не лайк, потому что, девочки, вам еще детей насают производить, там тоже есть плюсы и минусы. Ну, помню, да, гигиены и так далее. Конечно, то есть, на занятия любое такое, ну, по крайней мере, на мои занятия, дай бог, да, мы понимаем, что самая лучшая история это Гришко стайл, да, то есть, у нас когда-то... Все свободно, все работает, все легко. Но это не значит, что у всех разные финансовые возможности, у всех разные вообще возможности по жизни. Можно надеть то, что вам удобно, у вас тоже прекрасный комплект. Я не уверен, что эти штаны держат ту форму, которая вам будет нужна при работе, но как удобно, и цаптую. Возвращаемся к нашим баранам. Анна Нетребко. Существует огромное количество артистов, или Гибла Герзмава, да, существует огромное количество вокалисток, которые обладают ноги в рот. Я же стою, я же ни разу не ушел в это положение, хотя оно как бы удобнее. Поверьте, годы спустя вам оно будет неудобно, но не важно. Существует огромное количество артистов, которые своими вокальными данными их превосходят многократно. Но они не висят на афишах первых лицах. Почему? Предположите. Ну, имя и какие-то... Каким образом это имя было заработано? Бэкграунд артисты, да. Артист, а в Нью-Йорке стиль потрясающий, а актрисы невероятные. Еще. Энергетика чего? Про водоспособность. Раскройте, пожалуйста, это супер. Ну, это Краснодарская школа на юге вообще в этом плане, пока Жасмана Рубеновна была жива и многие другие старые педагоги Бакинской школы, Ереванской школы пока не были живы, вот они, конечно, лепили... Оттуда очень много вышло артистов сейчас Кристина Мхитарян сразу в двух операх. Вот Анну сняли не требко, да, в связи с последними политическими событиями с контракта, а Кристина как осталась с солисткой сразу двух опер европейских так и осталось, хотя она с российским паспортом и никто снимать не будет, потому что ей сейчас нет замены, просто она еще не настолько раскручена. Надо следить за именами тех, кто чуть старше вас или кто ваш ровесник, потому что рано или поздно вам с ними встречаться на них и тех же площадках. Профессия вот такая, пятаком накрываешь, если ты чего-то реально стоишь, то начинаешь встречать одних и тех же людей. Они не меняются. Горьтесь. Конечно. Так вот, расскажите, пожалуйста, она хорошая актриса в каком смысле? У нас включено табло вот это. Я просто очень много что вы говорите, я читала в Станиславском. Работа актера на дроне. Да. Книжка, почитайте обязательно. Я два дома, по-моему, прочитала, я даже на индиотюдами работала, это было вот три на дроне. Прошу прощения. Вторую вкладку откройте, пожалуйста. YouTube у нас открывается на это все штуки? И наберите, нет, просто новую вкладку откройте, наберите, пожалуйста, Анна Нетребко, Зальцбург. И сразу будет знаменитое выступление, я вам его разберу, я вам его разберу и расскажу, что она там сделала. Да, я поняла, что вы говорите. Да, конечно. Да, она сломала этот стандарт какой-то, когда они все это говорили. Так сказать, подолась. Зальцбург. Не тем образом, каким-нибудь все ожидали. Зальцбург. Зальцбург. Я знаю, что он не сломал. Да, да. Вы тоже смотрели. Я полностью даже смотрела разбор у... Я была Александра, Александр Мачук, который на... Зальцбург. Сейчас, секундочку, одно мгновение, мы сами чуть-чуть ниже опишем. Ну, вы получили разбор ее вокал, и почему сейчас она уже не котируется. Она уже там не очень хорошо пела. Да, потому что... 408, ну, я не знаю, это оно не... Ну, давайте мы нажмем на это видео. Я просто не помню, в этом ли она была. Но при этом они были в... Они картировались. Развините пока сюда. При этом они картировались, поэтому... Да, ну, естественно, без фрау Марта мы не можем. Спасибо ей большое. Фрау Марта. У нас особо сладко. Это не то исполнение, нет? Давайте я сейчас закончу в комнату. Ой, как мимо полетела. Ой, как мимо. Влетела в ноту, раздула не туда. Давайте будем откровенно, да? Я сейчас это... Давайте просто так. Раздели видео. Давайте мы ее просто... Наверняка... Нам будет проще найти... По слову танец. Вот. А теперь, внимание, я могу останавливать и комментировать, могу это делать одновременно. Доброго дня. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, у нас все-таки одна большая семья. Я позволь себе не педагогические действия. Смотрим внимательно. Кто-нибудь смотрел полную запись этого концерта? На полной нет. Правильно. Потому что полную запись этого концерта видели только те люди, которые сидели, а, в зале, и, б, которые купили онлайн-подписку в тот момент, пока она действовала. Только первые два года. Знаете почему? Потому что это последний номер в концерте. Сил нет, ты выдохлась, как конь, тебе деваться некуда, и ты ставишь эту партию. Зачем? А вот зачем. Ты берешь в руки этот букет, который тебе никто не дарил. Все обращают внимание, что каждый раз она прижимает к себе, прижимает к себе. Она держит опору. Она работает с предметом, он достаточно тяжелый, этот букет весит килограммов пять. Снимите ваши рюкзаки, возьмите их в руки, поднимите над собой на прямых руках, ну, чтобы увеличить нет, прямо перед собой, на вытянутых руках и полукруглых. Понимаете, да? Ну, тогда он начинает весить больше. Вы начинаете понимать, дернуть вот сюда. Понимаете, да? У вас начинает появляться какой-то дополнительный вес, чтобы центробежная сила вам помогала, если вы начинаете ее использовать. У вас предмет начинает работать на вас. Смотрим дальше. Перед выходом наверх, бац! То есть она все время помогает себе корпусом. В вокале. Переходит якобы на смех, потому что сбило дыхание. Поменяла вес, букета для того, чтобы понимая, что ей нужно в середине протянуть эту ноту в легату. Все очень просто. Я, честно, технически сейчас его разнесу. Извините. Но она это делает гениально. Она очень хорошо подумала. Это продуманный номер, а не с бухтабара. Теперь, внимание, поставьте на секундочку. На пол разрешаю на секундочку поставить. У нас же здесь чисто, нам специально мыли. Поднимите вот так вот руки. Чуть-чуть. И запомните. Нет, вот в скорости вы опустили первую треть. Да. Плечи опустите при этом, говорите. Вот. И все-таки поднимите мне руки. Опустите плечи. Поднимите руки. Понимаете разницу? Вот. И чувствуешь, что сразу энергия начинает появляться вот в этих местах. Прямо физически. Да. Стоит, вот в этих местах стоит вам только опустите плечи. Как только вы чуть-чуть опускаете руки, все, энергии нет. Вы начинаете извиняться. И у вас происходит зажим плечевого пояса. Соответственно, здесь и здесь. О каких, опять-таки, низких и высоких нотах речи может быть? Никакой речи нет. Вы начнете садиться на связке. И никакое дыхание вам не поможет. То есть мы работаем либо здесь, либо еще выше. Исключение из правил составляет, когда мы начинаем этой руку, ну как бы общать любой из рук или двумя руками, ну как правило, одной рукой, потому что мы либо держим микрофон, либо любой предмет. Мы начинаем водить для того, чтобы распределить энергию. В момент, когда она переходит дальше, она понимает, что ей не справиться. Смотрите. И она начинает работать плечом для того, чтобы держать. При этом, обратите внимание, еще раз откручиваю, я специально выделил ваше внимание, от того, что она делает с букетом в этот момент. делает это осознанно, а не подсознательно. Она его тоже вытягивает на абсолютную руку и при помощи него управляет звуком, потому что у тебя сразу появляется большой вес. Точку вкопалась и выставила бедро. В данном случае, она не просто перестала вес вес тела, она сейчас, еще на каблуках, она сделает это намеренно, потому что сейчас дальше начнется отвлечение, это как фокусник. Вы пока обращайте внимание на его речь на одну руку, вы не видите, что делает вторая. Все заметили, что перед пиано выходом она поднимает букет над собой. Возьмите в руки вашу эту дивную свою сторону, поднимите над собой. Понимаете разницу, да? Ну, разные педагоги заставляют взять табуретку над собой, все, что, любой вес. Все, и сразу пиано начинает получаться, и лига начинает выстраиваться. Мало того, в этот момент она в длинном платье, вы не знаете, она стоит просто на каблуках или на каблуках и на носочках. Кто-то из педагогов вам говорил, да, про это счет того, чтобы встать чуть-чуть на носочки. Вам говорили? Мы к этому еще дойдем. Понятно, да, что дальше начались провороты, да? На каждую следующую фразу смотрите внимательно. Она очень хитрая девушка. То есть она все время продолжает работать с тяжелым предметом, чтобы удерживать что-то опору. Пока не опела, ни прям не вышла из этого положения, прям аж замерла. Дальше можно идти и отвлекает публику. Все обратили внимание, что вы сейчас видите цветочек и реагируете, а она отвлекает от того, что она поет на движении, ногами. Она распределяет себя сейчас перед тем, как начать и можно дальше уже снова с цветочком. Я спрошу прощения, что я тратил так много на это время, но просто я поздравляю, что я первый, кто это делает в вашей жизни. надо объяснять, зачем она на этой ноте это все делает? Не надо, да? Я слышу, что она перед этим уже двигаюсь в механике. Единственный вариант, вы же видели, поэтому предыдущий, вот этот Паша с цветком, вот сейчас будет единственная за весь номер, господи, когда мы делаем что-то незапланированное, скризовое. Импровизация, X-Front, это был единственный X-Front. Вот сейчас идет X-Front при помощи букета, который сгибет ее. В этот момент она в это въехала и поняла, что нужно крутить. Всем понятно, зачем была сделана эта история. Текст нам этого не подразумевает. Это точка для дыхания. То есть аж замерла, пока пела внизу. А теперь внимание, натяните носок. Представьте себе, что вы натянули носок еще и в положении сидя, когда сидите на полу. Вам будет это удобно? Уже щиколотка так напряглась. А теперь внимание, она спасает положение. Она понимает, что она идет ва-банк. Очень хорошо продуманный номер. Смотрю, что это последний номер в программе. Сбитое дыхание сбило. Внимательно смотрите на щиколотку. Очень удобно же так сидеть. Но в этот момент максимально напрягается весь низ. У тебя, значит, работает аппарат. Смотрите, что она делает с ногами. Смотрите на ноги. Мягко говоря, неестественная поза ноги. Это поза мастера. Она точно понимает, что она сейчас себе делает хорошую опору. Вот и все. А зритель думает, что она просто сидит, как русалка, и продолжает партию. Видите, как выгнута нога? Вот прямо сейчас снова пересел. И при этом все это ровная, намеренно ровная спина. Что очень неестественно, неудобно, если вы сидите на полу. Про руки мы уже поговорили. Понятно, да? Зачем? Бац! И перед этим ходом она начинает крутиться. Спасибо. Да, чтобы энергия появилась. Уже практически выдохлась. Не знает, как себя спасать. Но при этом вот такая же опора. Ноги их сон, чтобы хоть как-нибудь взяться. Вокальная точка зрения сейчас уже ну просто тушит свет, кидай гранату. Но она продолжает делать спектакль, зрелище. В конце концов, людям нравится. Почему нет? Она намеренно сделала всю эту козу и прочее. Понимаешь, она таким образом покупает публику. Здесь запомним, мы сейчас дальше будем чуть-чуть, мы ее до конца сейчас разберем, там осталось его чуть больше минутки. Все является вашим партнером. Ноги врут. Жорочек, ноги врут. Все является вашим партнером. Сцена, даже если она пустая, воздух тоже партнер. Свет. Партнер. Часто бывает, что молодые артисты особенно начинают выкобениваться, что а мне не нравится, мне не подходит, мне не с кем работать, партнер меня не слышит. Нет! Это ты не достучалась до партнера, чтобы свою энергетику захватила его в свой, в свою настолько луп, в свою петлю, что ему приходится с тобой работать хорошо. У него варианта нет. Он тогда тоже начнет давать тебе энергию. Если ты, у тебя при этом энергии нет, то, ну, сорян, как бы, дуэта не получится. У нас всегда, даже если мы стоим сольно на сцене, у нас всегда дуэт с пространством, со зрителем, с залом, даже если там сидит один человек, даже если никого нет, это просто телесъемка. Ты кинолентоведение, повторим слово, кинолентоведение. Кинолентоведение. Я как показал, кинолентоведение. Кинолентоведение. Я как показал, кинолентоведение. Кинолентоведение. Понимаем, да? Я просто медленный газ, я не тормоз. Хорошо, продолжаем. Смотрим, как она выкручивается из ситуации. Дальше вообще весело будет. Вот эта минута, это прям блеск. Она, конечно, очень умный артист, очень умный, очень опытный артист. Видите, вам как говорилось с педагогов про есть раскрытие, а есть до раскрытия. Вот классика жанра. Дыхание сбито, но перед, ну, немножко передышалось. И мне, каким образом я дотянусь туда, чтобы при этом сохранить пиано? До раскрыть челюсть. Без вариантов, до раскрытия. Все видели, да? Возьму-ка я букетик. Аж, видели, шатнуло. Внимание! Нести букетик можно было, конечно, так, но тогда бы в букетике не было смысла. Обратите внимание на локоть. Она несет его вот так. Она действительно его использует. Размазала. Смотрите-ка, сейчас она станет, все равно что она сделает с нотой. Взяла, и еще надо раскрыть, чтобы вес увеличить. Надо объяснять теперь, почему она это делает. Спасибо. У тебя вот полная нагрузка. Конечно, ты себя подстраховала. Мало того, мы не видим ее платье. Она вот так аж стояла в этот момент. На самом деле. И она бы не справилась, не поднимая вес. Это работа с предметом, дорогие друзья. Это мистификация. Анна Нетребко в этом вся. Она блистательно всегда использует предмет, использует пространство, использует декорацию, использует себя в этом предмете, в этой декорации и использует свое исходное событие. Передайте, пожалуйста, вашим коллегам исходное событие на спины. Поменялись. Те, кто делал... Идем туда. Туда. Нам нужна тень. Нам нужна тень. Кто станет тенью? Нам нужна тень. Кто станет тенью? Вот, спасибо. Стоп. Остановитесь там. Да, прекрасно. Становитесь по тени. Вот, по тени становитесь. Оп, радостановитесь. Еще раз. Прям физически почувствую. Потрогайте это исходное событие. Почелый вкус. Вот это у вас есть какая-то жизнь. Вы чем-то позавтракали сегодня, да, или вы завтракали 10 лет подряд. Зовут вас Петер. Живете вы в Австрии. И Австрии еще вообще нет. И на дворе 15 век. Допустим, если мы говорим про обороченную оперу, да. С вами могло пройти все, что угодно. Вы должны точно понимать, почему вы реагировали в течение жизни на те или иные события таким определенным образом, чтобы понять, что это сейчас не я, не Жора, а я Петер. Я должен понимать, я сейчас должен выбежать из крепости, кому-то передать свиток, да, с каким-то секретом, чтобы там какое-то войско зашло. Не важно, какое, но это ваше исходное событие. Оно не может быть в виде образочка. Иначе вокально вы так не оправдаетесь. У нас в эстрадном жанре есть артисты, которые, смелых артистов, которые вслух говорили о том, что вообще никакая я не певица, никакой я не певец у меня не получалось. У нас за всю эстраду было человек 10. Самый яркий пример это Лолита Милявская. Но только последние 5 лет она в интервью признается в том, что да я все в жизнь пряталась, то я себе что-нибудь на руку надену, то положу кого-то на сцене, то прыгаю с кем-нибудь и прочее. Она режиссер с прекрасным голосом, но она режиссирует мини-спектакль на 3 минуты. Без любого помощника в виде какого-то предмета, это работа с предметом, есть артисты, которые за него прятаются. Вот она прятачивается полжизни. Только сейчас, последние 2 программы, где она хотя бы не так часто таскает стойку и уже сама с собой. Но это абсолютно гармонизация человека. Ну, надо было рано или поздно этому научиться. Лучше поздно, чем еще позже, как говорится. Девушка вот здесь, уже в статусе мегазвезды, пряталась за предмет, правильно делала. Потому что начало концерта, поверьте, она пела, кстати, хорошо. А дальше что-то пошло не по плану. Ничего страшного. А люди в зале сидят. Повторяюсь, у достопочтенной публики, особенно в Европе, которая, понимаете, прийти на такого уровня концерт, а ходят семьями. Это не вдвоем прийти, это в четвером, в шестером. А это значит, даже если билеты по дешевке по 300 евро, то выход с семьей это полторы-две тысячи. А это ощутимая сумма для человека, который зарабатывает в месяц даже 12 тысяч. Это ощутимая сумма. Если она начнет, или он начнет, или вы начнете снимать фееритуры и менять программу, то поверьте, у этих прекрасных дам в бриллиандах обязательно наьется помидорчик, огурчик или яичко. Оно прилетит ровно вам в лицо. Обязательно. Это уважение к зрителю. В исходном событии еще раз почувствовали, да? Подумали про свой любимый персонаж, представили его себе и собираемся делать шаг вот за эту линию. Оп, делаем. Нет, не изображаем, Жора, еще раз. Подняли ногу, представили, кто вы и переступили. Оп, молодцы. И совершенно другая ситуация. Вы начинаете смотреть внимательно. Внимательно смотрелось сейчас только два человека. Вы смотрели внутрь себя. Вы вдвоем смотрели по сторонам. Хорошо. Лучше всех сейчас смотрел он, как ни странно. Он задание понял. Потому что он сейчас попал в предлагаемые обстоятельства. Я могу быть в них, я сейчас могу быть кем угодно. И он не знает, как реагировать. Он в напряжении. А значит, он сейчас естественен. Понимаете, да? Когда вы не знаете, чего вы ожидаете ситуации, вы находитесь в состоянии опасности. Соответственно, ваше тело будет немножечко в мандраже. И это вам поможет. Вот начинается, как бы предлагаем свидетельство с этим исходным событием попали, начинается что-то шевелиться. То есть начинает рождаться внутренний монолог. Какие-то мысли. Вот вы ходите сюда в ротом, в рот, куда попадают, мысли. Они отсюда выходят, и вы должны выходить в виде текста автора. И вот только тогда вот внутренний монолог родит вам текст автора. Вы его оправдаете. Тогда вы артист номер один. Спасибо большое. Что-то важное в этот момент уже было. Сейчас, секундочку. У нас где-то воды можно взять? Просто попить стаканчик. Ну ладно, все сбежали, если что, потом спрошу. Никто пить не хочет? Не пересохло? Пока вы в этом положении. Сейчас надо посмотреть, что вы мне можете. Сложите, пожалуйста, портфель. Принцип поняна. Если вдруг что у меня есть вода, правда она газирована. И пошли понты. Кто сказал, какой кошмар? Я не люблю безробные воды. Это ваше право. Панты. Ма, мо, му. Ма, мо, му. Мэ, ми, мэ. Мэ, ми, мэ. В такой последовательности когда-нибудь делали? Делали в другой? Вы делали? Вы в какой последовательности делали? Мэ, мэ, ма, му. Ну это да. Мэ, мэ, ма. Сейчас, секундочку. Мэ, мэ, мэ. Я сейчас утрирую просто. Ми, мэ, ма. И дальше? Мо, му, мэ. Мо, му, мэ. А. Треугольник, понятно. Разумно. Тоже хорошо. Сейчас объясню, как это работает. Почему я сейчас предлагаю вам другой вариант? У меня есть задача на расслабление. Мне нужно, чтобы вы включили, чтобы у него перестало дергать. В щеки бесконечно. Она перестала говорить. Здравствуйте, мне зовут Настя. Понимаете, чтобы это произошло? Треугольник, что если мы говорим ми, мэ, ма. Вас зовут? Вас зовут? Смотри на меня, пожалуйста. Все хорошо. Прекрасно. Спасибо большое. Порядок, который вы делаете, называется треугольник. Ми, мэ, ма. Мо, му, мэ. То есть вы сначала сюда поработали, потом сюда, потом вернули обратно. Я предлагаю естественный порядок. Посмотрите. А, о, у. Это работа по вертикали до максималки раскрытия вниз челюсть. А, о, у. Понятно, да? У. То есть я вытаскиваю. Э, и, и. Э, и, и. Это естественный способ. То есть мы сначала вертикали растаскиваем, потом горизонтали. Теперь понятно, зачем? Ма, мо, му. Ма, мо, му. Мэ, ми, мы. Мэ, ми, мы. Концерт. Если здесь напишу, меня же расстреляют. А ни одного ни листика, ничего такого нету, да? У меня цифрак есть, да. Дадите какой-то, любой листик. Мне нужно вам просто поставить, чтобы оно здесь в виде подсказки у вас было. А может на доске или там не ловит? А, стоп, да, кстати, гениально, гениально, господи. О, я так страшно. Упражнение на мычание когда делали? Да. Поднимите руку, кто не делал. На мычание? Да. На рычане. Мычане. Ну, это и то и другое делали. Ну, может, да, специфика. Ну, конечно, делали. Ну, как бы. Потом я сейчас еще чуть-чуть, я сейчас в оморок был упал. Мы точно встретились в Ике или где мы сейчас находимся? В каком городе? В какой страны? Плюсы и минусы любого упражнения, которые используют в себе М и Н. Запомните раз и навсегда. Самое эффективное упражнение – это сонорные согласные. Всегда. Но опасность заключается в том, что если вы на сомкнутом аппарате находите сомкнутые губы, то вы можете спалить связки, если слишком много это делаете. Это как то же самое, что разогреваться перед выходом на сцену нужно не позже, чем за 15 минут. Не надо 2 часа до концерта рулады разруладивать, потому что вы выйдете на сцену и гора родит мышь. Такая, аааа. Это первое условие. Именно из-за этого, из-за того, что у нас так устроен аппарат и буквы М и Н нам легче воспроизводить, это единственные те согласные буквы, которые мы слышим даже от слабослышащих людей. Ну сейчас неполиткорректно называть их глухонемыми, называем их слабослышащими. Но мы все понимаем, о чем мы говорим. Только в двух языках мира этот слог не является основным. Это домашнее создание. Во всем остальном нормальном мире, какой я неполиткорректный, слог МА обозначает первый императив, то, что видим. Но отсюда идет очень веселая история. Я говорю, ноги врут, милая, ну что ж я такая вся на расслабоне всю дорогу. Поясница. Понимаю. Мне скоро 37, тоже поясница. Добрый утро. А дети об этом поговорят? Чаще всего дети не говорят МА как первый слог. Они говорят его как слог, ну осознанно. Они говорят его как первый слог, формируя фонетику, но как слово МАМА нет. Потому что детям в осознанной фонетике проще сказать БА-БА. У тебя раскрытый аппарат, мне нужно напрягаться. Или ПА-ПА. Отсюда БА-БА-ПА-ПА. А осознанно сказать МАМА, это надо напрячь центр губ, МА-МА. Для того, чтобы зафиксировать, замархировать понятийный аппарат, что вот это существо, это МАМА. В этом состоит парадокс. Первое слово, которое мы произносим в жизни, любой смертный человек, это МА. Он не просто А, он МА. Но при этом МАМУ мы МАМА и начинаем называть, особенно, намного просто. Плюсы и минусы. Как только вы делаете на самом компоненте, жур, а ноги врут. Я продолжаю испытывать и себя, и вас. Поверьте, мне тоже неудобно. Я тоже спал полтора часа сегодня, тоже идите стою. Все, клево. В этот момент, когда мы его воспроизводим в главную позицию, мы производим естественную ультразвуковую атаку на свой организм. Киты, дельфины, коты, собаки, мы ничем от них не отличаемся. Все хордовые млекопитающие, так или иначе, используют этот внутренний язык. Таким образом, просто мы этого почти лишились, а большинство животных купите просроченное мясо и положите кота. Будут у него есть? Нет. Особенно, если это как бытовая химия. Ни собаки не будут, ни вороны, ни прочее. Мы спокойно идем, покупаем тушенку за 25 рублей, когда по акции, и что-то ее едем. Понимаете? Они в этом плане умнее, чем мы. Положите, пожалуйста, руку сюда. Скажите. Получается, сей аудиторией, по большому счету, я буду работать только с двумя. С вами и с вами. Но потом, годы спустя, в том плане, что из вас будут трясти душу, а вы нас догоняете. Сейчас объясню, почему. Они единственные два, кто пробовали плотные позиции, приоткрывали рот и прочее. Вас еще раз? Ирина. Ирина. Ирина и Георгий, вот они сейчас это пробовали. Не зажимайте до конца. Сейчас давайте попробуем перемену. Сомкните зубы. Прямо сомкните. Закройте губы. Теперь в этом же положении, не раскрывая губ, не размокая губ, опустите ниже челюсть. А теперь среднеарихметическое. Видите-ка, насколько легко на взлет, и как будто что-то там дергает. Вот на таком позиции поет половина нашей эстрады, преодолевая звук. Для этого нужно раскрыть следующий секрет, который я не очень люблю, потому что он не очень педагогичный. Опустите по коробке. Мы сейчас войдем к этому учению. Фраза такая просто. Половина из вас, чтобы мы сразу насмеялись на эту тему, я не знаю, можно ли это оставить в нашей видеоверсии этого занятия или нет. Но мне это сказали в 5 лет. Очень большая народная артистка СССР. Сделайте вот такое положение и повторите знание. В куриную попку звук не идешь. В утильную жопку Вам для этого ничего не надо делать, моя дорогая, но все-таки вы поставите вперед и ноги врут, моя хорошая. Вот. В утильную жопку В утильную жопку Звук не идет. Звук не идет. Чаще всего мы сами самостоятельно блокируем выход звука, потому что мы начинаем вот здесь что-то зажимать. Расставьте. И все. Ну надо. Поэтому повторяем третью фразу. Челюстью Челюстью Мы 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 Заколачиваем 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 Почти. Помните, да, эффект картошки вот с правильной позиции, когда накрываем вот это все дело, мне нужно сейчас заколачиваем. Мне все равно он сейчас на свистящее, мне сейчас нужно, чтобы раскрылся аппарат. Заколачиваем Заколачиваем Гвозди Гвозди Вот у нас все время уходит туда. Тогда правильно. В противном случае вы просто не вытащите звук. Возвращаемся к звуку м. Еще раз. М. М. Теперь улыбнитесь, смотрите. Ну даже можете и внешне. М. М. Ложите сюда руку. Чувствуйте вибрацию здесь и здесь. Кто не чувствует? вот смотрите вот сюда за месяц и три-четыре пробила да очень хорошо теперь представьте себе что когда мы правильно производим звук чего ведь был этот долгий долгий разговор мы гармонизируем состояние каждой клетки нашего организма по этой самой причине люди издают какие-то звуки непроизвольные помимо того что ну там есть речь во время сна и прочее мы знаем да что может никогда не спит он в момент когда мы как бы спим сознательно он просто перезагружать систему мы отдыхаем и так далее поэтому надо к сожалению я понимаю что в том возрасте когда вы меня можете по волге матушке отправить поверьте я вернусь отдохнувшись загорелые с магнитиками как обычно когда меня туда отправляют это самое сейчас в силу политической ситуации сейчас самый популярный туристический маршрут но когда мы гармонизируем свой звук звукоизвлечения естественно еще до тех пор пока мы не открыли рот это важно вот само формирование намерения воспроизвести звук вот от того как вы асферуете свои голове и в душе уже будет зависеть тот будет нести созидание или разрушение вам самим по этой причине мы мужчин во сне мы разговариваем во сне мы как ни странно даже храпим потому что есть же наверняка у вас кто из родственников может быть вы сами не знаю есть случаи когда люди даже делали операции от храпа и прочее и ничего не помогал есть люди которым помогало ну потому что там подрезают и всякие уздечки прочее там вам лучше медик метроводик расскажет врач но у меня есть много знакомых которые делали безумные дорогие тебя ничего не помогает почему но даже человек при этом находятся на крупном государственном посте и у него вот она была на стадии в состоянии зажима круглые сутки что только в этот момент когда он спал ручку уберите то я это неприлично понимаете почему не объясняет что всем кажется что кто-то что-то начесывает это не очень хорошо все-таки давно в этот момент организм избавляется стресса люди пришедшие в театр или на эстрадную площадку заплатившие деньги свои кровные за то чтобы видеть вас на сцене чаще всего пришли по какой причине еще развить эмоции получить эмоции которые они не получают в обычной жизни стоп вот нет вот вы сейчас хорошо сказали кроме последнего глагола получите эмоции которые они в обычной жизни что еще мощнее которые в обычной жизни они сами что не не синтезирует не производит абсолютно верно и это ужас 42 процента людей по статистике сорок один сорок два процента не испытывают чувство любви никогда вы сильно удивить для этого из генетических объяснений они ее сублимируют они изображают они выходят замуж или женятся заводят детей как положено как написано никогда было 5 лет не говорили положено кем положено туда положено зачем кем-то положено пусть пойдет возьмет поднимет еще другое место искать найти переправе от это не про меня большинство людей даже счастливые все но хоть состояние брака в которых один повторю любит больше другой позволяет любить милые дамы мужики закройте уши вам это не надо никогда пожалуйста не входите в отношения будучи артистками отношения в которых вы любите больше вас всегда будут использовать особенно исходя из вашей профессии потому что у парней работает ровно наоборот вы у нас хрустальные вазы георгий может вы не знаете но в нашей профессии я говорю только за и артистическую все в нашей профессии в российской федерации мужчина женщина ты сильный пол в нашей профессии женщина артистка больше чем женщина мужчина актеры эти слова принадлежат сразу троим классикам в разное время я ни в обязать во первых гендерная неравенство во вторых нашей профессии мужиков меньше почти в три раза вообще в нашей профессии вы когда-нибудь участвовали в творческих конкурсах вокалистов у и у нас сейчас прекрасная ситуация по профессии кстати у нас практически идеальная история реально в профессии дам больше три раза почему во-первых мужики не доживают на каждой следующей финишной прямой не доживаю до профессии ну допустим лидеры мнений молодежные и субкультурные исполнители да вы в этом уверены мы сейчас вынужден будем ставить камера я прям буду вынужден сказать свою профессиональные вы они это не вырежут они хотят много денег последствия окей могу сказать то что есть в открытых источниках до будущей профессионального уровня карина кросс лепила 17 мужиков блогеров и до сих пор за половину из них пишет сценарий нет и допустим до карина кросс и далее просто прямо наберите все списки у коллабораций за три года вы сильно удивитесь что ваше собственное восприятие молниеносно потому что даже фастфуд информационный ваше первое встретишь что за мужик рядом 3 4 5 6 ролик вы видите а мы это там вася кубки я можно конечно я уже вижу целый что ролик за месяц и он же для тебе звезда алё праздник он что сделал такого жизнь секундочку я говорю про ее продюсерские качества про карину кросс ее можно любить можно не любить я говорю про чистое заслуги все до последних заявлений при своем уважении я кто-то видел на мою позицию в интернете поэтому в жизни мы раньше вырежем вот это все надо уважать людей за то что они делают никогда не допускайте в профессии охота на вере никогда но никогда не прощайте измены своих принципов вот если вы во что-то верится верьте до конца это тоже важно это важнее для профессии потому что профессия не прощает фальши зритель в зале как маленький ребенок вы сейчас я буду сводить все эти углы все эти линии в одну точку вы поймете что мы сейчас с вами занимается всю дорогу вот этот первый час вы занимались бокалом как только сходится в одну точку все линии вас в жизни когда вы простой человек который не имеет к тоже никакого отношения вы понимаете что вы родились в обыкновенной семье у вас есть пара только каких-то влечений которые помог помогло государства бесплатно детские дворцы творчества может какой-то спортивный клуб может быть какие-то посиделки спички на лавку на заваренке какие-то одноклассники просто жизнь мечтать о чем-то большом вам запрещает минимальная социальная мобильность вам так объясняют все вокруг во всех учебниках и в правовой базе написано что сами мобилист нашей стране вот такая гигантская я думаю что если ты поднимешь свою пятую точку начнем что-то делать а в нашей профессии самое важное ментально делать и духовно что-то делать с собой развивать любой навык как на фитнесе как любая мышца он развивается ты привыкаешь что делать вот она терпит несчастника уже не заметила что уже все-таки так и стоит уже не заваливается это потихонечку автоматизм приходит я не знаю откуда вы так привыкли впрочем убрал вашу предыдущий педагогам то у вас это прям на уровне хотя видимо вы делать на собой я не просто не знаю разгадайте мне просто не сложно а окей тоже ответ любой ответ ответ любого отсутствие результат это тоже результат любой человек когда живет такую простую жизнь он сублимирует информационное поле в себя так как может так как он видит например своих родителей своей социализации людей которого окружают если по телевизору в книжках написано что любовь должна быть такая 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 он по шаблону начинает так жить ему даже кажется что он счастлив но согласитесь хотя бы два раза в жизни вы были на чьих-нибудь свадьбах вы ни разу не было жизни поднимите руки кто был на свадьбах хорошо поднимите руки кто был больше чем на одной свадьбе уже хорошо уже согласитесь сейчас вам придется верить на слово но вы видели такое в кино есть свадьбы на которых просто это сборище сели мордой в салат и ничего не происходит пару-тройку пошлых конкурсов кто-то что-то позабивал на ниточке там висела картошечка я не спичный коробочек загоняли в образовочек или потанцевали на бумаге пока бумага не получилась и он Галину Васильевну не рухнул лицом в тазик с пельменями но они тоже прекрасно такие свадьбе сейчас не про то что я услышите я не окрашиваю не с анагоминностью плюс видите вы ведетесь на мою провокацию это клево у вас есть эмоциональная свадьбы которые прям валютная валюта лакшери лохари виллаж рублевка все он все-таки платья к прочее и ты смотришь понимаешь ну пластилин ну прям силикон пластилин через знак дефис равно красивая а ты смотришь на сборище и думаешь да что ж такое хотя и там среди этих последних есть такие же где прям бааа вера бом к плате за 100 тысяч долларов и прочее но такие живые люди крутые супер а есть в дереве в деревенской свадьбе сумасшедших где вот простой такой стол непонятно какая еда каждый все вниз ну там так душевно и классно ты никогда не поймешь во что что дать пока не переживаешь на собственном опыте что упаковка на самом деле вообще не важно вот вообще не важно хорошо только там где есть мы скажите это пожалуйста хорошо только там где есть я хорошо дальше я влияю я формирую я дарю я дарю так проще отдавать проще чем получать и кайфовее чем получать и реакция больше чем когда ты все время тянуть на себя дело важен не фантик это платье будет за 100 тысяч долларов и она взята на проказ за тысячу рублей у соседки ларисы важно твое отношение доехать до этого можно только через страдания через отрицательный опыт поэтому так много в нашей стране и не только нашей стране страны с нашим укладом социального и семейного насилия она минимальная и чаще она не физическая но психологическая ноги вот его еще больше от недосказанности в детском саду и в школе там если а в детском саду и в школе мы здесь мы вдруг вырываемся взрослую жизнь с подгнета родителей начинаем рассказывать все вокруг какие мы крутые прекрасно а вот я же взрослая уже по вот это могу вот все я все могу здесь совершенно реки не болите нам пожалуйста видео мы подрежем если все совершеннолетние взрослые выхода этой передачи мы все будем совершеннолетние взрослые я говорю про социализацию когда вы вырываетесь под колпака и в этот момент все что у вас есть хорошие лезет наружу мы должны придавить миру все каким и прекрасное и она прет должен ну не у каждого свой путь так вот продолжая про женщин это все это вам до рассказываю про профессию в прокате про карину и про прочих все телепродюсеры за редким исключением женщины все прокатчики крупной оперы женщины нет все импрессарио мужчины это витрины он переговорщик подписи ставят посмотрите внимательно особенно в классическом жанре струнные вокалисты циркачи там все генеральные подрядчики женщины с этой реальностью вам просто нужно взять и смириться и пользуется этим вы хороши с собой и вам будет легко и такого у нас очень много почему это люди приходящие в театр и в зал в любой зал они кровные вот у нее сейчас зарплата 13 800 она живет где-нибудь в кемерово вот при привезли летучую мышь да или принцессу цирка привезли в бог без знает знает в таком составе в третьем сбоку снизу если посмотреть сверху понимаешь как бы ну пет давайте честно у нас часто бывает такое особенно с некоторыми не обязательно государственными театрами когда даже класс и педпрактики везут в регион и выдают за основной состав ну это ну правда ну правда но это плохая правда сибирь завалена такими гастролерами все лето то что все хотят кушать и хотят ням ням все точно первом втором третьем курсе тоже где-то подрабатывают и состава какие-то клетива куда-то мотаются согласны кто-то так уже хоть раз жизнь мотался ну или слышал продумывающие мышки буквально в конце декабря была такая история я работаю в театре службе зала нам привозили ягод основной состав 3 сверху 3 сверху с тремя хорошими артистами но все остальное особенно центральной роли там плакали люди пришедшие в зал это мы с что 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 это перейти непонятно ужасно став люди пришедшие зал которые готовы заплатить свои кровные деньги а у нее там или у него зарплата 13 800 примеру да он ведет себя и свою лялю еще пару карапузов путь просвет мы в театр идем и мне с чем сравнить кроме того что не видели в ютубе а youtube ну или вообще на видео хостингах любых видео и фильмов что советских что голливудских потому что яркая краска картинка и прочее и они ждут такого же эффекта эффект вау будет допущено до 100 доступен только в одном случае если это будет нутро если артиста вы даже если не совсем в таланте вокалист но если не будут с хорошим нутром все будут из зала все довольны никто в кассу не поломится просить обратный билет деньги вернете день вот этого но чаще всего публики пытаются скормить фастфуд даже в нашей профессии в современное время потому что слишком много этого фастфуда в информационном фоне не с чем сравнить шоры поверьте это очень быстро сейчас ситуация поменяется у вас прям на глазах за полгода ситуация сильно изменится очень сильно полгода спустя будет стыдно за эту трансляция яда не является ядом является каруза полная фигня почему мой шам не надел фигня по телефону больше мне напел вращаемся к нашим правам люди приходят потому что они могут синтезировать собственные эмоции они могут их как возрасте до 5 лет помните да мы все дети являются только копиистами мы акцепторы мы принимаем и творчество начало начинается том четыре с половиной пять лет только когда формируется уже до конца личность почему так важно до пяти лет в бухать в ребенка все основные какие-то важные линии поведения даже после пяти поздняк все лично сформировано если она сейчас уже вам гадит в шесть лет она будет вам гадите в 64 простите личность сформирована поздно пить боржоне мамаша пока вы сюсюкались нужно было там научить какие-то простым вещам добру услуг возврату бумерангу вот простым каким-то вещам научить здесь маленьком возрасте не научили к примеру или научили но не всем базам вещам люди же разные по разному живут в разных регионах с разным достатком они приходят в зал потому что они хотят скопировать со сцены напитаться теми эмоции и мне где взять а в этот момент с этим и засадится и следите себя потому что не можете выпустить потому что сами стесняйтесь саму себя звук не выходит он думает что ему не додали но он думает что это нормально и он первый последний раз жизни сходил в оперу или в оперету выходит с полным осознанием то что полное фуфло ваша оперета или опера вообще вот эстрады еще куда-нибудь что он вот тяжелый из жанра вообще фу и вот он под стук своих сапог уходит во всю свою длинную жизнь думает так что мы ему никогда не сможем ивану петровичу объяснить что вам петрович вы первый раз жизни были в опере и просто вам не повезло на плохой состав попасть ему это же будет не интересно у него сформировалась навсегда хороший артист это стабильный артист который стабильно работает хорошо всегда живой полумертвый трезвый пьяный все равно зрителю все равно он сидит в зале и ты должен работать стабильно хорошо без вариантов все что сделано в репетиционной зале вылезет там обязательно причем как правило все то что ты не сделал это влезет в первую очередь вот ты думаешь ну я сейчас здесь этот фаршлаг я сейчас бомбану и как бомбанула думаешь блин а видеозапись да отчетный концерт вам вообще сейчас лафа была предыдущие два года невероятно я когда узнал что даже госы некоторые товарищи сдавали онлайн или по видеосвязи думаю божечки-можечки а чё так можно потому что в нормальном как бы в нормальной ситуации это загну понимаете как это все делается то все это совсем жесткая история я специально все в порядке вот он не дозвонился в но выключите звук чтобы он не смог все-таки где он не в первую очередь для вас я прям правлю вас может вам стало максимально скучно не интересно там потом подержи как надо что-то было как ракет это нормальная ситуация вы ищите кислород и я вас сейчас провоцирует все что говорю делите на 20 если вас летит не значит не прилетает к нему или к ней она в окошко смотрит разные вещи а я на нее не смотрю я вижу что на окошко смог понимаете секундочку слышите да я говорю про внутреннее состояние она меня сейчас не слышит а подсознание слышит и ей вдруг в эту секунду кажется что она задыхается вы понимаете как это работает на подсознании мы еще петь не начали то есть мы еще даже не сформировали звук мы чем мяу не сказали мы уже на нее влияем ей хочет это правильно нормально это естественно реакция на то что я это правильно говорю вы меня слышите даже не только ушами но все тело слышит и тело и подсознанка слышит и в этот момент проверяется кто как стоит кто как поплыл плечами и прочих этой истории она пытается быть отличиться у нее все хорошо получается я с ней сейчас не слезу почему то что она здесь все все собравшись самая ранимая вот ее надо беречь больше всего вот она прям в этом плане ряда а она все время хочет всем угодить при этом здесь уложили до про зрителя что не формирует мы помогаем наша профессия много сотен лет помогает всем остальным людям нашем обществе получать эмоции которые не надо получать всю из проблемами воспитания социализации восприятия переездами смены гражданства всего чего угодно они идут к нам потому что мы последний оплот перед дуркой и тюрьмой по этой самой причине нас хоронили за территории кладбище кто виноват хорошем смысле этого слова кому мы благодарны в мировом масштабе за то что артисты перестали хранить за ограду подбищу мы это знаете знаете вы учитесь в этом вузе я вам намекну в мире был только один автор который написал всего по одному великому произведению объединив и оперу и оперетту и танец только один это сделал звали его не бракальман естественно почитайте пожалуйста стыдно товарищ или байдерка для вас тоже пустой звук собрались до голове почитали биографию и влияние на европейскую культуру одного человека и бракальман снова туда где море огни али мистер икс откуда принцесса церкви с оперетой определились осталось назвать только оперу домашнее задание ну что хоть уж хоть что-то у вас осталось мы вот мы ему и он один всех немногих автор кому обязаны тому что в мире вообще во всем мире перестали хоронить всех артистов даже раньше хоронили одну за мы считали что без общины и за за пределами благодаря ему и уважению всего всей европы потому что один человек сумел объединить сразу три жанра и предъявил их как нечто прекрасное это было нарушено но потом расскажете мне на следующий раз то есть завтра как это получилось прям с удовольствием послушал вашего я провокатор формируя в человеке эстетику восприятие своим поведением первую частичным поведением ты даешь ему шаблон как он должен дальше в пафосной ситуации себя вести если он видит на сцене насти волочкова которая теперь своими ломанными руками то соответственно и дамы которые достигают определенного социального положения вдруг почему-то начинает себя тоже так вести почему она видела еще пять лет назад но уже на сцене какого-то большого театра какого-то большого театра что себя можно уже так вести значит это норма норма поведения нас как источников света в этом обществе является обязательным каркасом шаблонирование всех остальных наша норма поэтому я в самом начале занятия что сказал у меня любое место где я начинаю с вами работать это остров свободы но при этом дикая дисциплина самодисциплина если не получается сарям вперед вас ждет продуктовый магазин вас ждет это самый плохой конечно если ты певица вышла и пой работой хорошо работой будь в материале не в образочке а ты сейчас вышла и ты-то-то-то-то-то-то-то и все видит запоследование поплощение и все супер работа как она сейчас обязает не важно слышите да все прям аж по уши там не знаю вы слышали вас там не длезит тебя прям она так ужасно подойти ты с тебя поплечеку все слышали что не в позиции челюсть открой ну подойти к девушке же а вот наш любимый прикол опять снова звучит как угроз у меня за спиной написано но 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 легче не значит что там нет энергетического запада понимаете но 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 м и мы 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 Продолжение следует...